Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей рубрики Российская премьер-лига в Лиге Чемпионов. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравился данный ролик и все ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно видеть от вас фидбэк, немножко нам осталось до 1000 подписчиков, я вас верю. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, так что переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там видеть, давайте вместе добьем там 50 подписчиков. Ну что же, сейчас у нас шестой тур, последний выпуск за Краснодар, дальше у нас там будет Локомотив, но если здесь есть прям ярые фанаты Краснодара, напишите об этом в комментариях, хотите ли вы видеть, если мы сейчас действительно займем третью строчку в группе, воссоздание 1.16 Лиги Европы, именно за Краснодар, то есть путь не уже в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы. Мы обязательно попробуем, почему бы и нет, тем более Краснодар и в реальной жизни вышел в Лигу Европы, правда проиграл на первой же стадии, но не суть так важна. Сейчас мы играем против Рена, давайте мы посмотрим, на какой они там группе, на каком месте, да, они находятся на четвертом, то есть нам достаточно даже с ними также сыграть в ничью, как вы видите, мы ни разу не побеждали, но мне все-таки охота закончить именно с Краснодаром вот этот вот путь в Лиге Чемпионов именно победой, почему бы и нет, то есть даже если мы победим, а Сибирия там проиграет, у нас все равно шансов никаких занять вторую строчку, поэтому мне кажется, вот Рен победить сейчас мы должны, мы просто уже перед болельщиками должны, на выезде тем более тяжеловато будет, но мы попробуем. Ну вот здесь только получается Вильена не будет играть, вместо него я выпустил Ольсона. Ну и все, вот таким составом мы выходим. Рен против Краснодара, 6-й тур Лиги Чемпионов, поехали. Так, State de Sagittaire, надеюсь правильно прочитал, Рен принимает сегодня Краснодар, 6-й тур Лиги Чемпионов, но здесь все, здесь чисто, я так понимаю, борьба у Рена сейчас пойдет именно за Лигу Европы, им обязательно нужно нас обыгрывать, чтобы выходить в плей-офф Лиги Европы, но они играют, кстати, от обороны, как я вижу, поэтому посмотрим, что из этого вообще выйдет. От Рена, но я попробую перейти в атаку, они на нейтралитет переключились, поэтому тоже будет интересно посмотреть. А вот и шикарный момент, и это гол. Виктор Клайсен забивает, 49-я минута сразу же, как только мы вышли после перерыва, перешли в атакующие действия, вот эта вот замечательная, действительно, передача сейчас прошла. Давайте еще раз посмотрим, если я не ошибаюсь, это наш второй гол всего лишь в Лиге Чемпионов. Вандерсон, да, отлично отдал сквозную передачу, и Клайсен в касание в дальний угол хлестко так пробивает. Ну, выходит, кстати, один из самых одаренных футболистов на данный момент в мире Камовинго, поэтому тоже будет интересно посмотреть на его игру. И все, заканчивается матч, единственная победа за Краснодар в Лиге Чемпионов оказалась в последнем шестом туре. Все, как-то так. Нам действительно стоит пообучивать Севилью, чтобы обходить их. А у нас единственный был удар в створ, то есть тоже повезло, что это лучший игрок матча. Севилья, кстати, обыграла Челси, то есть там у нас бы шансов сильных не было, но Челси все равно выходит с первого места, но мы попадаем в Лигу Европы. Мы единственный раз, получается, проиграли только вот Челси. И то они под конец, там они 1-0 вели, и под конец там мы пошли уже сильно в атаку и пропустили второй. Поэтому как-то так. Вы были на стадии групповой этапа, поэтому напишите в комментариях, стоит ли нам продолжить за Краснодар дальше вот это вот путешествие в Еврокубках, и попробовали бы мы в Лиге Европы. Поэтому все зависит от вас. Либо за Краснодар продолжаем, либо начинаем за Локомотив. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok